Страсти, развлечения и рабы сами текут к нам домой практически. Я вас приветствую, друзья. Ну что же, очередной стэк вот этих вот непонятных Норска, которые дерзнули позигнуть на наш город. Давайте разобьём их, как минимум постараемся. Ну, прошлую серию мы закончили с того, что такой же стэк отбили. В принципе, стены хорошие. Единственное, вот эта вот фигня мне не нравится. В таких поселениях. Ну, это на самом деле лучше, чем вон такое вот, когда ломанное поселение. Это вообще самое ужасное строительство стен, которое можно было придумать. Ну да ладно. Так, ну что. Как тут сейчас расставим приоритеты? В прошлый раз ведьмы просто затащили. Они же дрались, как не в себе. Так, давайте по два, наверное, арбалета разместим всё-таки над воротами. Так, здесь... Вот тут никто не полезет. Здесь будут тролли. Вот в целом... Сейчас единственное не получится. В прошлый раз удобно было, да, вот такой вот угловой был город. И кавалерия вышла и очень много отвлекла народу на себя. Сейчас здесь будут тролли, и чуть будет это сложнее реализовать. Так, ну давайте, вас троих в любом случае надо размещать здесь. Где-то вот так вот. Вы вот как-то так вот. Одни ведьмы тут. У меня нету копейщиков, которые смогли бы перекрыть вот эти ворота. Угу. И, наверное, вот тут ведьмы придутся. Как раз, кстати. Тролли, тролли. Так, ну кавалерию, мне кажется, надо будет выводить стрелковую. Хотя тут, блин, вот эти мерзавцы. Тролли. Ну, эта битва будет сложнее. Это будет посложнее битвочки. У меня нету имбовой моей способности взрыва. Ой-ой-ой, я ведьму забыл. Поместить. Ведьмочка, давай сюда. Давайте, наверное, сначала расстреляем грабителей. Расстреливай. Арбалеты расстреливайте вот этих. Вот этих пацанов расстреливайте. Не трогайте троллей пока. Троллей можете не трогать пока. Расстреливайте пехоту. Я могу проиграть просто по захвату площади. Если так дело пойдет. Давайте, ведьмочки. Так, способность наша. Сейчас хорошо, где может зайти. Тут, в принципе, на стену уже никто не полезет, да? Сейчас, если отобьемся, то можно будет ведьмочек спустить вот сюда. И чтобы они перекрыли. Арбалеты, если что, в тыл там расстреляют. Так. Ну, давайте вот этот отряд сейчас шатнем. Его прям хорошененько. Отработаем. Так, хотя здесь ведьмы все равно пригодятся, скорее всего. Так, тут лезут мерзавцы к нам. В гости. Тут арбалеты отходят. Так, эти ребятки уже бегут. Отлично. Здесь ведьмы, значит, подтягиваются вот сюда. Расстреляйте вот этих. И вот здесь арбалеты сейчас, если что, смогут выйти на самом деле. Хотя нет, не смогут. Не смогут. Так, давайте сейчас вот этот отряд тогда шатнем. Вместе с собаками начнем. Вот так вот. Отлично. Отлично. Наши ворота уничтожены. Прям быстренько мы все сломали. И быстренько нам подпортили все. Так, давай сюда. В общем, ну, держим кавалерии. У меня выбора другого нет. Вот здесь хотя бы фланг один. Продержим кавалерии. Арбалеты разворачиваем. Как бы вариант такой, что вариантов нет других. Ох ты, ежик и лохматый. Они не задержали этих парней. Еще и здесь ворота сломали. Давайте, ведьмы. Делайте красиво. Так, други. Давайте расстреливайте вы здесь. А вы вот этих. Ну, должны вы расстрелять их. Я в вас верю, парни. Так, давайте арбалеты. Решайте здесь. Вы прям тут должны решать. Кавалерия и так пытается сдержать их. Давайте вот сюда. Так, сейчас... Моя кавалерия уже бежит. Это понятно. У них вариант такой, что им деваться некуда уже. Убивайте, убивайте, убивайте. Ну, пожалуйста, ребяточки. У меня пошел бонус. Давайте, пока здесь арбалеты еще достают, вы сюда идете. Давай сюда. Площадь надо защищать. Так, ёптель-моптель, ну арбалеты, ну что вы делаете, а? Ну что вы вечно вот ввязываетесь в драки, а? Скажите мне, пожалуйста. У меня площадь сейчас буду захватывать. Так, герой, ты нужен здесь. Ну а вы, ребятки, попытайтесь расстрелять вот эту толпу. Здесь, я надеюсь, ведьмы справятся. Расстреливайте колесницы. Ёптель-моптель, тут еще один отряд на меня летит. Ну давай. Вот ты. Давай сюда. Бегом сюда. Ну, изначально вы тут должны были быть. Так, отлично, здесь арбалеты справились. Здесь мы их всех опрокинули. Тут тролли могут только вернуться сейчас. Что будет тоже не совсем хорошо. Так, тут ведьмы уже не удел, да? Эти избежали. Значит, вы сюда. Эти арбалеты спускаются. Эти арбалеты пытаются расстреливать здесь. Так, полководец его, конечно, уже пал. Так, здесь отступаем. Здесь чуть отступаем. Выманиваем их. Площадь у меня захватили. Разворачиваемся вовнутрь. Ребятки. Давайте, давайте, давайте. Ну, бегом, 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 бегом. Вы сюда. Победа близка. Ага, отлично. Все. Они не успели перемыть. Опять же, площадь я теряю. И будет забавно, если в итоге объявят его победителем после объявления меня победителем. Так, я так-то даже не приближал камеру, да? Из-за того, что вот эти вот ребятки могли площадь заходить. Единственный минус вот у гарнизонов, у темных эльфов, у них нету копейщиков. То есть, вот на поздних этапах, кем можно было бы перекрыть ворота. То есть, все равно ворота обычно ломают крупные ребята. Там, через них ломится кавалерия. Через них ломится все вот это вот нечистое. И они бы очень-очень хорошо бы пригодились. Но, хоть так. И то, зато стены. Они держат стены, мне кажется, даже лучше, чем те же высшие. Да, там какие-нибудь копейщики или даже латырнская стража. Ну, давайте, зал. Могли бы... Вот что вы, сомневающиеся арбалетчики, могли бы уже и выстрелить. Либо сражаться. Нет, они там что-то сначала спрятали арбалет. Потом достали арбалет. Снова спрятали. Потом кто-то спрятал, кто-то нет, кто-то вон... Что-то непонятное делает. Ладно, давайте. Расстреливаем здесь всех. Арбалеты переходят на эту сторону. И спокойненько начинают их убивать. Сейчас чуточку еще постреляем. И будем останавливать. Иначе вон площадь... Площадь-то продолжает. Так сказать, принадлежать... Этим мунговцам. Мунговчанам. Давайте, убейте этих троллей. Ну, пожалуйста. Нет, нифига. Ладно, давайте, все. Незначительная победа. Но это победа, учитывая, что в нас вообще не верили. Так, вообще, шикардос. Так, ведьмы, вот смотрите, как хорошо накеляли. Кавалерия, ну, никого не... Практически не убила, даже не догнала. Но она выполнила роль... Очень-очень важную. Она задерживала их, пока арбалеты их убивали. Вот и все. Два поражения и мунги, смотрите как. Но вообще ослабли. Так, давайте, скеллинги. Чуть отвлекайте высших эльфов. Гасите их. Щемите, уничтожайте. Главное, не дать Латерну объединить. Хотя, в принципе, против одной фракции, мне кажется, будет проще сражаться. Так, все равно меньше будет стеков. Видите, уже третий ритуал начинается. Сорвана засада. Так, давай, иди. Забирай этот город. Красотка. Ну, в принципе, можно разорить. Хотя мне деньги, здесь доход нормально, чего купировать. Поселение в осаде. Разбейте. Пополните рибы. Рабов. Больше, больше рабов. Так. Крепость проклятых. Ну, это нормально. Итак, ты уже автоматически взяла все, что надо, да? Все, что есть у тебя размещено. Так, давай, строим тогда темную башню. Улучшаем в ущелье. Здесь строим стены. Здесь вот эту штуку ломаем. Пока так. Можно на самом деле и бездну, да, забрать, чтобы единая точно была провинция. Но мне кажется, лучше медвежий остров взять и потом идти уже дальше. Там заниматься своими делами. Уже спокойненько можно будет этим заняться. Так, давай, красотка. Разбей вот этих. Ты это сделаешь легко. Даже кавалерию не слила. Вообще молодец. Вообще тебе. Практически памятник можно поставить. Вот сейчас можешь слить, да, кавалерию? Хотя с гарнизоном, что-то. Ты даже кавалерию восполнила. Умница. Умница. Давай. Все, заходи сюда. Давайте повысим темного скакуна. Можно дать уже на самом деле. Ну, давайте распорядителем. У нее армия дорогая. У нее армия... О, а у нее ж... Сразу можно вот так вот вкачать, что я не заметил. Все, отлично. Шикарно, Малекит. Давай вернемся к тебе. Давай, наверное, Малекит сейчас будет вот эти плюшки собирать. Я кузницу Волгу, наверное, захвачу. Ее можно будет и удержать. Хотя там гарнизон будет нехилый, да? Белый пик. Блин, вот этот что хочет сделать, непонятно. Но этот плывет вроде бы на помощь, да? Городу. Может даже придет на помощь. Так, ладно. Давай, Ковчег, наверное, будет собирать все-таки вот эти плюшки. Пусть Ковчег собирает. Ммм, давай бочки Рома. Казна. Содержание минус 10, не боевые потери. Отлично. А Малекит будет все-таки высаживаться. Вот сюда. Белый пик заберем. И потом вот этот город, ну как заберем, пограбим там. Все, в общем, сделаем красиво. По возможности тогда еще один стэк создам. И уже тогда будет вообще тип-топ очень хорошо. Так, здесь ее хватает. Ну не знаю, этот полустэк пока вполне тут с гарнизоном должен будет справляться. Так, и все. Все армии походили. По строительству мне тут даже нечего. На гарантии говорят, можно снести, да, уже типа на порядок. Снеси, снеси. Ну в принципе да, сейчас уже можно. Сейчас уже можно, тем более скверну, если рубить вот эту штуку, то вообще строительство. Давайте, наверное, вот эту лучше я сейчас построю пока что. Здесь, если я снесу на скорость вот это вот восполнение потерь и рост, потому что рост провинции мне не нужен, то что я смогу построить? Дороги. Ну в принципе, почему бы и нет, все равно полезнее. Все равно намного полезнее будет на данный момент для этой провинции. Здесь сносим. И здесь тоже сносим. А что построить, я уже определюсь потом. Так, железные львы. Так, льды, кстати. А сколько мне ходов понадобится, чтобы добраться потом вот сюда? Вот так-то. Хода три точно, да? Учитывая, что здесь еще и потери буду нести. Бешеные. Может даже вот эту провинцию придется захватывать. Не так уж быстро все это получится. Может тогда вот эту захватить, чтобы единая была уже. Так, ладно. Что мы можем совершить из обрядов? Ну этот... Ну обряд этот не буду проводить. Не нужен. Все. Вихрь мы не делаем. Вихрь это, конечно, хорошо, но... Сейчас нужно навести порядок дома. Наведем порядок дома и уже тогда спокойненько можно будет рулить. Куда-нибудь. Где теплые страны. Так, ну что, этот передвигается. Я не знаю, хочет он высадиться. Дать ему высадиться, либо дать походить. Почему-то пока вот эта армия здесь, Лотер не интересуется севером. В принципе. Меня это тоже устраивает. Поэтому сносить этот стек с одной стороны... Может и не стоит. Так, ребятки, давайте. Теклис вас уже поджимает. Давайте вы примите конфедерацию. Сейчас мы поговорим с ними. Не, а в очередной раз будем разговаривать. Может даже денег все-таки предложить. Потому что тот же Хексуатель, у него очень много ресурсов. Добывается для ритуала. Хексуатель нужно шатать. Понятное дело, что Лотерн ослабляем. Я тут даже готов, чтобы Марати его шатнула. То есть, пофигу, пусть Марати расшатает их в хлам. И разрастется так, что будет очень сильный. Да, мой? Даже не захочет потом конфедерацию принимать. Ну, ничего страшного. Да, Сафири, смотрите, сразу же начинает осаду. О, может ты сам предложишь мне сейчас? Блин, ты предлагаешь мне вступить в войну, да? На самом деле, если бы законфедератить и не вступать в войну... Блин, почему ты не хочешь конфедератиться? Дурной, что ли? Я не пойму. Тебя сейчас просто уничтожит. Братец Тейклес. Давайте ради интереса вот предложим ему все деньги. И все равно низкий шанс, да? Вот. Он тебя осаждает там. Он тебя щимит там. Улучшить отношения, что ли? Еще. Наступив, правда, в войну. Ну, пока есть вариант. Все равно с ним воевать потом придется. Давайте сколько даст. Нет, не захотел он давать 2 300. Ой, терин-тин-тинь, а? Мерзавец, ты принял бы конфедерацию и уже бы... Уже бы мы в люстре тоже порядок наводили бы. Ты же сейчас не можешь. Ты так вроде бы хорошо захватил у него столицу. Очень хорошо. В целом, ты рядом с ресурсом. Меня это вообще устраивает. Вообще прекрасно. Шатните их. Красавцы. Ослабление высших эльфов меня только радует. Так, призыв к оружию. Итса атаковала нашего союзника. Мы единственный союзник этой фракции. Ну, есть шанс того, что как бы... Теперь они конфедератятся захотят. А Хексуатль, смотрите, хорошо прям начинает конфедератить всех. Забирает все. Так, этот чуть грабить начал. Но недолго Мункти осталось. Недолго тебе осталось. Скеллинги, чё вы... Чё вы делаете? Чё вы там тянете? Непонятно кого. За что и зачем. Сделали бы уже по-нормальному. Какой-нибудь налет. Походили по берегу там. Лотерна. Избыток и налеты. Ну, давайте, наверное, сейчас начнем с армии. Все-таки. Так. До белого пика мы не дотягиваемся. Ну, давайте подойдем чуть-чуть. В принципе, дотор вот этого Малекит тоже не дойдет. Ну, значит, белый пик. Значит, разносим белый пик. По идее, он должен без потерь это сделать. Я в него верю. Красавец. Разоряем. Есть деньги. Резня. Доход от разорения поселения. И, в принципе, можем разграбить и занять. Там вообще ничего не получим, но мне сейчас особо ничего и не нужно. Потери восполняем. Плюшку вот эту можем забрать. Вроде бы никто не угрожает моему ковчегу. Чуть еще и денег дали. Так, строительство. У тебя избыток. Один всего лишь. По-хорошему ковчегу нанимать нужно арту. Вот вспоминая тот случай, когда просто разнесли, ну, точнее, обещали разнести мой стэк высших эльфов достаточно такой нормальный. Там, латернская стража, тоже арта была. Просто полный стэк фейерверков, когда пришел ко мне и в море автобой в меня не верил. Даже в гарнизон в ближнем бою на земле. В не верил он. Ну, и не знаю. Как бы... Как бы даже гарнизон его разнес тогда в хлам. Даже не почувствовал. Искусственный интеллект говорил, что у меня шансов нет. Так, здесь что мы сейчас еще построим? А можем... Вообще тут... Порядок, в крайнем случае, да, добавить еще вот этой постройкой. Дает гарнизон. Чародеек. Ну, в принципе, чародеек нанимать... Я могу, да, вроде бы. Вот здесь. Мне пока что большего не надо. Для чародеек... А то, что мы награбили, можем вложить. Давайте. Давайте он у нас на грант. Будет просто... Столицей для найма всего и всех. Так, здесь мы... Деньги. Здесь, наверное, я все-таки пойду захватывать вот эту бездну. Топай сюда. Спокойненько пока захватим их. Здесь у нас даже порядок в плюс уходит. Бывает и такое. Так, наверное, здесь тоже сейчас снесем вот эту штуку. Здесь, тем более, у нас нету на денежки строения. Рост уже здесь не нужен. Так, я и армиями не доходил. Че вот это вот? Так, ну давай. Если ты высадишься... Хотя, может тебе дать уплыть. Плыви там. Пока она дойдет. А это дополнительно. И сейчас, если разбить, он наймет где-нибудь здесь этот стек. Восстановит его и будет все хорошо. Этот стек пока ограничивает. Как-никак он не дает ему расширяться. Наверное, поэтому он сейчас его пытается то ли слить, то ли увести. В общем, на самом деле, мне кажется, даже если его слить, то это сыграет больше в пользу наших врагов. Так, все. Дипломатия. Парень. Я даже вступился за тебя. О, конфедерация умеренная. И красавцы, а мои. А и мои красавцы вы. А я еще и с Теклисом не воюю. Он может сразу и не вступиться. Ой, как все хорошо складывается сейчас, а. Давайте займемся вот этим городишком. Да, у меня доход в минус ушел. Да, что делать? Что делать? Вот этих парней однозначно распускаем. Тем более верность такая стрёмная здесь. Здесь город, смотрите, очень прокачанный, но нету самого главного. На мой взгляд, нету стен. Очень прокачанный тут и драконов можно нанимать, да, и пряности уже максимального левела. Ну, вот разрушить либо вот это, либо вот это. Ну, наверное, лучше чертоги погибели, да, разрушить. Если что, мы в этом острове колонизируем его и там их возведем, чертоги. Хотя, давайте сейчас посмотрю еще. Блин, вот этот лорд вообще ко мне не лоялен. Его, мне кажется, надо заменить однозначно. Так, тут забытые острова. О, блин. Зачем тебе эти забытые... А, вот он еще стэк. Я-то думаю, что давайте лучше, наверное, так сейчас проверю, чтобы точно ничего не пустить. Это моя. Это тоже моя красотка. Это тоже моя красотка была. Сингал. Вот он, он в землях... Эльфов. Точнее, тут даже... Тут земли гномов, все. Хотя эльфы тут тоже неплохо. О, тут и скавены. Мои союзнички. Как ты только вот сюда добрался, я не знаю. Вот как он сюда залез? Вот скажите мне, да? Каким макаром и с какой целью ты сюда лез? Не распускать вроде бы не хочется. Хорошая армия. Но придется. И эту армию тоже, скорее всего, придется распустить. Это строение. Да, блин, здесь надо нанимать, скорее всего... Тут стены рано строить. Но здесь нужно нанимать стэк. Нормально. И так идти. Да, этот стэк придется распустить. Но он сейчас ничего полезного не сделает. Здесь скавер. Может, конечно, отвлечь... Теклисон. Но есть вариант, что Теклисон... Пока что не начнет войну со мной. Торговать не хочешь? Да, я подоргую. Ну что, что такое зло, а? Так. С вами бы тоже бы задружиться, а вы? Вы выделываетесь. Пираты тоже. Чего выделываться? Так, ладно. Давайте, наверное, распустим вот этот стэк. Как раз из минуса вылезу. Делать нечего. Надо распускать. Можно и распустить этот стэк. Нанять более опытную красоточку. Призвать героя. Фу. Нанять лорда. Шестого левела мы можем нанять уже. А она первого. Не особо симпатично. Дай-ка, Валерия. Давайте тоже распускаем. Все. Отлично. Черепашь и острова здесь. Ну а новый стэк мы создаем все-таки тогда вот здесь. Новый стэк. И кого бы взять? Крепкое телосложение. Знание тактики. Аура дисциплины. Влияние на дисциплину плюс 2. Дисциплина плюс 2. Все отряды в армии. Кстати, хорошая штука. Уверенность. Восприятие, да? Обзор на карте кампании. Шанс получить магический предмет. Но уверенность 2.7. Знание тактики. Аура дисциплины. В принципе, найм увеличит верность в любом случае. Я вот думаю между... Мечище... Кстати, у нее меч и щита, у этого меч и арбалет. Давайте меч и арбалет возьмем. Давай, сюда иди. Опыт похода тебе берем. Стоимость найма уменьшаем сразу. Полученные потери. Охота на работу. Давай. Это сейчас, наверное, будет поважнее. И начинай нанимать. Здесь мы будем не так быстро нанимать все это. Ну давайте возьмем ему... Блин, и дракона, и гидру хочется взять. На самом деле, дороговато обойдется. Ну давайте. И потихонечку будешь... Нанимать по карту. Вот так вот. Вот как-то так. Спокойненько пока... Расширяемся. Хексуатль вовремя объявил им войну. И тем самым... Подтолкнул его к конфедерации со мной. Все. Уходим. Это я знаю. Это ерунда. Армии все походили. Конец ход. Отлично. Отлично. Сейчас... Быстренько бы стэк нанять. Но стэк очень долго. Кстати, мне ковчег там нужен. То есть там однозначно еще поможет ковчег. Сколько ходов осталось до него, надо тоже обязательно посмотреть. И ковчег очень сильно бы помог. Ну что ты... Смотрите, он здесь лагерем стал. То есть он пытается слить его, наверное. Этого лорда. Я его сливать не буду. Он грабить не грабит. Как я говорил уже несколько раз, да. Высшие эльфы грабить не умеют. Плохого он мне ничего не делает. Так, и Теклес уходит, кстати. Это затишье мне пока что играет на руку. Чтоб я нанял армию. Если сейчас небольшое время для ритуала по ковчегу, я ковчег найму. Там и все может завертеться еще интереснее. Завертеться, закрутиться. Главное, чтоб скавины не слились совсем. Они мне, эти ребятки, нужны. Как ни крути, они... Они сейчас мои союзники. Ритуал, конечно, начну проводить. Все это забудется. Но в любом случае... Мне нужны все участники ритуала. Тем более, на столицу нападать... Ну, что они? Ну, будут нападать на столицу. Мы разнесем их вообще без проблем всех. Так, бейте латерн. Опа, латерн еще и отбился. С коронкар вряд ли сейчас мы конфедерацию подпишем. Да, мы только что подписали этих ребяточек в люстре. И пока все хорошо у нас. В местилище хаоса. Оборвите ритуалы. Так, Хексуатлю. Пообрывайте всю ему. Пообрывайте и поотрывайте. Все, что лишнее болтается. Так, армии. Маликит, ты даже прокачался. Молодец. Уважение и страх. Так, ну давай тебе что-нибудь здесь будем качать. В принципе, зловещий взгляд я уже не успею вкачать. В любом случае ему. Потому что здесь нужно один вкачать. Здесь четыре, да? Пять. Здесь вот шесть. Здесь уже десять. И здесь одиннадцатый. Ну, хотя если сейчас начать качать. Но тогда не получу похититель душ. Похититель мне нравился. Ну, давайте. Разберемся. С магией. Идем в магию. Маликит. Маликит. Жалко ты грабить не можешь. Как Норска. Иди сюда. Поэтому. Рост минус пять. Давайте начнем грабить. Пусть тут восстание сейчас появится. Пусть их какие-нибудь ребельчики вылезут. Вылезут. Иди сюда. Нанимай, наверное, пока пиратов. Если что, пираты заменят вот этих пацанов. У Маликита. Чуть обновление нужно. Они все равно получше. Копейщиков может еще и оставим. Там кавалерия. Не кавалерия. Вот. Мечников точно можно будет заменить. Так, давайте прокачиваем нашу красавицу. Так, ты остаешься здесь. В принципе, можно пока что ей взять мага. Вот как раз. У меня огненный есть. Чародейка тьмы. Тени. Вот тени классная тоже вещь же. Уверенность. Дисциплина всем. Аура дисциплины. Давай уверенность. И качаем тебя. Вот так вот. Дым и зеркала. Маятник. Вот маятник. Это вообще крутая тема. Отлично. Фу, елки-палки. Так. Здесь. Красоточка. Мимолетная тень. Давай пока в распорядитель айди. Ну, тут даже не знаю, какой тебе режим поставить. Ты все равно не восполняешь потери в этом. Засаду. Ну, тут никого и нет. Ладно, давайте, чтобы наверняка она дошла на следующий ход. Ну, мало ли, что вдруг тут. Вот так вот походим. В любом случае, потери, как мы выяснили, придется нести. Так, еще одну арту берем. Смотрим, сколько у нас осталось. Блин, обряд доступен будет через 12 ходов. Ну, в принципе. Долговатом, на самом деле. Как-то долго я тут буду армию собирать. Давайте, наверное, снесем вот это. И тут начнем хотя бы стены строить. Чтоб черепаший остров удержать. И в целом у нас там построек сейчас надо возвести ряд. Так, скверну уменьшаем здесь. Мы и так уже, смотрите, уже со ста сколько навыгоняли. Здесь денежки берем. Все. Вот как-то так. Ну что, предлагаю на этом сегодня серию все-таки закончить. У нас, как минимум, очень приятный момент. Мы за конфедерателей вот этих темных эльфов, которые воевали с Теклисом. Теклис при этом с нами не воюет. У нас есть время перестроиться, регрупп, реорганизовать нашу армию, нанять нормальную. Причем там, как видите, дракон будет, гидра. Вообще, тип-топ очень хорошо. Жалко, что они медленно очень нанимают все это дело. Ладно. До следующей серии. Всем добра, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok